Праздничные мероприятия, посвященные круглой дате, прошли практически в каждом из районных отделений Брестского областного общественного объединения БелТИС. Сегодня торжественное собрание состоялось и в городе над Бугом. Если говорить о том, чем живет сейчас наша область, то хочу сказать, что на сегодняшний день на учете нашей организации сушат 3000 инвалидов по зрению. Ну и, к сожалению, более 2000 – это инвалиды первой и второй группы. Это люди, несмотря на то, что люди имеют какие-то ограничения, это люди с очень активной жизненной позицией, люди энергичные, люди жизнерадостные, которые умеют ценить эту жизнь, любят эту жизнь и стараются делать все возможное, чтобы быть всегда востребованными, чтобы быть всегда в гуще всех событий. Одно из самых важных направлений деятельности товарищества – социально-трудовая реабилитация людей с нарушениями зрения. На данный момент по всей стране около 3000 человек инвалидов по зрению активно работают на предприятиях. Из них более 200 – берестейцы. Сегодня мы являемся единственной страной в постсоветском пространстве, которая сохранила все предприятия инвалидов по зрению. Более того, практически полностью решен вопрос о трудоустройстве инвалидов по зрению. То есть, если человек с любой местности, даже с самой глубинки, имеет группу инвалидности первую или вторую, имеет показания МРЭК к работе, будет обеспечен работой и только место в общежитии. За все время существования Брестская областная организация БелТИС, как и все товарищество в целом, не раз переживала и подъемы, и спады. Однако энтузиазм, оптимизм и желание каждого члена объединения жить интересной и насыщенной жизнью не только помогают преодолевать препятствия, но и заставляют постоянно идти вперед, в ногу со временем. Развитие информационных технологий внесло серьезные корректировки в процесс адаптации инвалидов. Сделало его легче, однако многое в вопросе интеграции в общество все равно зависит от самого человека. По-прежнему мы продолжаем работу по оснащению, укреплению нашей материально-технической базы. Вы знаете, что время не стоит на месте, и сейчас, если раньше для инвалида по зрению достаточно было белой трости, то сейчас это дезиплееры, это смартфоны, это сенсорные мобильные телефоны с навигационными системами, это компьютеры со специальными озвученными программами. И вот для того, чтобы все эти средства были доступны нашим рядовым членам нашей организации, вот начиная с 2011 года, наше центральное правление ведет очень плодотворную работу со шведской, финской высшей народной школой в своей академии по написанию совместных общеобразовательных проектов, которые реализуются у нас на территории Республики Беларусь. Несмотря на то, что сегодня у объединения день праздничный, не раз разговор уходил и в рабочее русло. Планов и идеи у членов товарищества немало, а главное, есть большое желание воплотить их в жизнь. Тем более, что каждый из присутствовавших в зале прекрасно понимает, что он в своих стремлениях не одинок. И такая взаимовыручка и постоянная поддержка окружающих – прочная основа будущих свершений. Мы сотрудничаем с территориальным центрами, городским территориальным, районным. И вот при тесном таком сотрудничестве, конечно, у нас очень много новых новшеств, новых идей, новых каких-то проектов. Хотелось бы пожелать этим людям оптимизма, крепкого здоровья, семейного благополучия, ну и чтобы наше товарищество Белтис процветало. Анастасия Стропко, Кирилл Яповик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.